У Лидии хроническое заболевание. Два раза в год женщина вынуждена проходить курс лечения. Если бы не стационар, то приходилось бы подолгу не бывать дома. Курс я прошла, и все, не надо лежать в больнице, не надо занимать время, не занимать койку. Это очень удобно. Этот стационар рассчитан на 20 человек. Каждый находится на лечении около двух часов. В течение дня здесь принимают три потока больных с 9 утра до 4 дня. Этот стационар при больнице Мнепрогова открыли в марте 2014. За год работы успели вылечить 250 пациентов. По прошлому году мы выбрали план заказ по фонду обязательного медицинского страхования на полтора миллиона выше отпущенных средств, которые были отпущены по финансированию. Это говорит о том, что стационар в настоящее время достаточно востребован. По мнению врачей, в отсутствии госпитализации есть только плюсы. Как говорят, можно лечиться без отрыва от производства. То есть в медучреждения приходить на процедуры, анализы, а в свободное время заниматься делами. В соответствии с федеральной областной программами по развитию здравоохранения, часть медицинской помощи нужно перераспределить с привычного больничного режима на амбулаторный. Это должно достигаться созданием организации стационарно-замещающих форм оказания медицинской помощи. Но что они включают? Это дневные стационары при амбулаторно-польклинических учреждениях, при больничных учреждениях, а также стационаров на дому. Сейчас в области почти 4,5 тысячи стационара-замещающих коек. Первыми, кто начал развивать подобное лечение – 6-я городская больница. Вот уже 20 лет здесь активно используют эту практику. Перевод круглосуточной койки в койку дневного пребывания дает в год 406 тысяч экономий. Одной койки в год. Вот представьте себе, и даже миллионы, и десятки миллионов рублей. Главное в погоне за экономией материальных средств не забывать и о качестве лечения. Анастасия Матвеева, Семен Воробьев. Новости дня.